Приветствую вас, друзья! Предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Mitsubishi Outlander 2-го поколения. Давайте разбираться, как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке. Начнём мы, как всегда, с двигателей. Поначалу кроссовер предлагался с бензиновыми четвёркой 2,4 литра и 3-литровым V6. После рестайлинга 2010 года линейка моторов пополнилась бензиновым агрегатом объёмом 2 литра. В Европе почти 80% Outlander оснащены турбодизелем. В основном это 2,0 DiD, разработанный Volkswagen. Реже попадаются автомобили с французским дизелем Peugeot Citroёn 2,2 DiD или собственным агрегатом 2,2 DiD уже на 177 лошадиных сил, он самый мощный. Вольсвагеновский мотор имеет схожие с немецкими машинами проблемы. Встречаются дефекты головки блока и проблемы с насос-форсунками. В первом случае на неисправность косвенно указывает снижение уровня антифриза в бачке. Неисправности турбокомпрессора в основном вызваны ошибками в эксплуатации, в частности использование неправильного типа масла или его плохое состояние из-за оттягивания срока замены. Со слетающим с турбокомпрессора патрубком справится любой механик. Если он сделает это хорошо, то проблема больше не повторится. Другой вариант – замена патрубка на модифицированный. Французский 2.2 DID – ничто иное, как DV-12. До 2010 года он соответствовал нормам Евро-4 и имел обозначение 4HN, а после Евро-5 и индекс 4HK. В отличие от немецкого 2.0 DID он работает тише и имеет более высокую производительность. Правда, владельцы нередко жалуются на проблемы с сажевым фильтром. Для функционирования фильтра твёрдых частиц используется добавка, которая требует регулярного пополнения примерно каждые 120 тысяч километров. На пересечённой местности довольно часто повреждается резервуар для жидкости сажевого фильтра, расположенный слишком низко. В холодном климате владельцы Outlanders французским дизелем сталкивались с замерзанием топливного фильтра, то есть образованием парафина. Впоследствии Mitsubishi стал предлагать в качестве опции модифицированный корпус топливного фильтра с электрическим подогревателем. Но это всё мелочи в сравнении с массивными утечками масла из-за забитой системы вентиляции картерных газов. По опыту, прочистка не приносит желаемого эффекта, поэтому засорившиеся элементы лучше заменить. К тому же, по мере увеличения давления в картере возрастает риск попадания масла в систему рециркуляции выхлопных газов и последующего засорения фильтра твёрдых частиц. Вторая проблема связана с приводом ТНВД Bosch. Он связан с одним распределительным валом через промежуточную шестерню. К сожалению, он порой ломается, что может даже привести к повреждению распредвала. К счастью, проблема встречается нечасто и при пробегах свыше нескольких сотен тысяч километров другой редкий недуг – зависание впускного клапана. При этом повреждается дно поршня и гнётся клапан. Появившийся после рестайлинга 2.2 собственной разработки Mitsubishi – совершенно иной двигатель. Он оснащён уникальной системой изменения фаз газораспределения и регулирования высоты подъёма клапанов. Турбодизель с индексом 4N14 отличается сравнительно низкой степенью сжатия. Он впечатляет надёжностью и имеет более низкий расход топлива, чем 2.2-литровый французский агрегат. Однако двигатель сильно раздражает громким тараханьем. Механикам даже не надо поворачивать головы, чтобы узнать, что за модель въехала в ремонтный бокс. В отличие от остальных дизельных двигателей, японский агрегат требует проверки зазора клапанов каждые 45 тысяч километров. Процедура достаточно сложная. Для этого необходимо извлечь форсунки из головки блока. Но в этом есть и свои плюсы. Как известно, со временем сдаются уплотнения форсунок, что приводит к попаданию солярки в масло, ухудшению смазывающих свойств и износу двигателя. А так как после каждого демонтажа форсунок меняется уплотнение, то подобных проблем здесь не бывает. Хуже, если дело дойдёт до системы выбросов выхлопных газов. Регенерация фильтра твёрдых частиц происходит за счёт дополнительной порции дизельного топлива. В результате возможно его попадание в масло. Проблема касается прежде всего тех, кто часто передвигается на короткие расстояния. Просто процесс регенерации никогда не доходит до конца. В дальнейшем в Mitsubishi стремились уменьшить вредные последствия за счёт изменения алгоритма работы. Но это касается автомобилей следующего поколения, произведённых после 2012 года. Бензиновые моторы Mitsubishi от Lander, хотя и не могут предложить экономичного совершенства дизеля, но зато не доставляют никаких серьёзных проблем. Исправности настолько редки, что нельзя чётко описать их слабые стороны вообще. С трёхлитровым V6 применялась классическая автоматическая коробка передач, а с 2.0 и 2.4 литра помимо механики устанавливался беступенчатый вариатор CVT. Дизельные моторы работают в паре с шестискоростной механикой. Французский 2.2 DID с 2010 года мог комплектоваться альтернативной шестиступенчатой полуавтоматической коробкой с двойным сцеплением. Робот поставлялся фирмой G-TRAC, она же обеспечивала роботами Ford и Renault, но эта коробка несколько от них отличается. Она работает быстро и считается ненадёжной, однако в сравнении с механикой намного дороже в эксплуатации. Каждые 100 тысяч километров пробега требуется замена масла. На рынке представлено немало оклендер с приводом только на переднюю ось. Но что это за внедорожник без полного привода? Система полного привода позволяет выбирать один из трёх режимов работы с помощью круглого переключателя на центральном тоннеле позади рычага выбора передач. Тем не менее, Outlander не предназначен для серьёзного бездорожья, хотя надо признать, что кроссовер неплохо себя чувствует в труднопроходимых местах, в том числе и благодаря большому дорожному просвету в 215 мм. Не стоит забывать, что многодисковая муфта довольно легко перегревается, оставляя автомобиль на некоторое время переднеприводным, а частые перегревы негативно сказываются на здоровье муфты. Outlander 2-го поколения в плане надёжности хороший автомобиль. Он не досаждает проблемами. Подвеска крепкая, но после 100 тысяч километров придётся считаться с необходимостью замены рулевых наконечников, стоек и втулок стабилизатора, а также потёкшими амортизаторами. Кроме того, изнашиваются сайлентблоки задней многорычажной подвески, а ещё с возрастом прикипают болты и гайки, усложняя замену и регулировку углов установки колёс. Тормоза достаточно эффективные, однако при динамичной езде лучше задуматься об использовании более качественных тормозных дисков и колодок. Родные быстро сдаются. Нередко отказывает выключатель стоп-сигнала. В редких случаях подводит система контроля электрики. Нарушается работа фар и стеклоочистителя. Качество лакокрасочного покрытия кузова Outlander среднее. На капоте вскоре появляются сколы, которые быстро обрастают ржавчиной. Повода для гордости не даёт и результат краш-теста по версии Euro NCAP. Четыре звезды – средний показатель. Ну а если вы являетесь владельцем Outlander, то пожалуйста, опишите проблемы, с которыми вам пришлось столкнуться за время эксплуатации авто. Возможно, именно ваш отзыв поможет зрителям при выборе машины. На этом у меня всё. Всем большое спасибо за внимание. Буду вам очень благодарен, если подпишетесь на канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok